Привет, друзья! У меня для вас прекрасная новость. Сбылись наши с вами мечты. Мы с Денисом Руденко много ходили по магазинам, но мы вам рассказывали о магазинах, что в каком магазине брать. И вы нас каждый раз просили, ребят, ну расскажите лучше про страны, да, расскажите нам конкретно про вина Италии, про вина Франции, про вина Германии. Сегодня мы пришли в прекрасный магазин «Твой дом» и будем рассказывать только про вина Италии. И, естественно, буду рассказывать не я, буду рассказывать прекрасный Денис Руденко. Добрый день, друзья! Мы с вами очень давно не виделись, волею судеб. И мы возвращаемся, и сегодня мы с вами будем говорить про вина Италии. Мы пойдем с вами с севера на юг, с севера страны, через центр, до самых островов, до Сицилии, до Пантеллерии. И мы будем говорить о разных типах вина, о том, что производится в Италии, о том, чем отличаются вины разных регионов друг от друга, и что можно пробовать, на что обращать внимание в каждом из регионов, чем славен каждый из регионов, потому что удивительное отличие Италии, наверное, от многих других винодельческих стран, то, что здесь, с одной стороны, есть такие очень именитые регионы, что есть, в общем-то, и везде, и во Франции, и в Испании, и в других винодельческих странах. Но в то же время уровень почти всех зон и почти всех регионов очень высок. И при этом, что интересно, ни одна из зон, ни одна из регионов, ни одна из областей Италии не старается копировать другую, не старается подражать и воспроизвести успех соседей, а почти каждый регион специализируется в чем-то очень своем и производит какие-то очень свои, очень, с одной стороны, характерные для них, а с другой стороны, во многом не похожие на соседей вина. И вот об этих вот особенностях мы и пойдемте с вами поговорим. И отправляемся мы почти на самый север, если быть совсем точным, то мы отправляемся на северо-восток страны. И на северо-восток страны мы попадаем в два важных региона. Это регионы Венета и Фреулия, где мы с вами смотрим на различные вина. И первое, куда мы попадаем, это регион, который их знаменит своими легкими красными винами. Это, собственно, регион Венета. Мы приближаемся к озеру Гарда. И неподалеку от озера Гарда, в складчатых, в складках такого небольшого, относительно небольшого горного хребта, находится зона, где выращивают виноград сортов Карвина, Карвинона, Рендинелла и Малинара, где производят легкие очень вина, которые называются Вальпаличелла. И у нас здесь где-нибудь должно быть еще Бордолина. Это два таких очень легких красных вина. Когда я говорю легкие, у нас Вальпаличелла, Вальпаличелла, вот Бордолина у нас стоит. Это два вина, которые очень характерны для этого региона. Когда давным-давно, в 2006 году, люди меня спрашивали, что вот мы любим такие красные вина, где бы не было мощных тонинов, мощной структуры, а любим такие очень легкие, очень фруктовые, без излишней мощи красные вина, а теперь грузинские вина нам недоступны, и мы не можем найти там вина, которые бы напоминали нам Лозангскую долину, то я говорил, ребята, попробуйте вина из Венета, потому что это вина действительно с таким очень ягодным, очень ярким ароматом, и при этом, ну, не так, чтобы прям уж очень дорогие. Конечно, в верхней линейке, когда мы смотрим на такие топовые винодельники, как Акинатика, да, или когда мы смотрим на кого-то из соседей, там, на Кортеджаро, когда мы смотрим, на, там, Олегрини, на топовых производителей региона, то, конечно, цены могут быть очень высоки, но про Амароны мы поговорим отдельно, я думаю, что вы, многие из вас, знаете, что это такое. Тем не менее, если мы вернемся даже к топовым производителям, в линейку Вальпличел и Вальпли в линейку Бордолина, то, в общем, цены не такие высокие, не такие заоблачные, как могли бы быть, а если брать винодельни, там, чуть менее именитые, то мы, собственно, оказываемся в практически бюджетном сегменте, у нас мы опускаемся в ценник, там, 600-800 рублей, который является совершенно доступным. Скажи, пожалуйста, а из всех этих вин, вот, можно пить все, прям, буквально? В принципе, в принципе, они, конечно же, все отличаются абсолютно разным уровнем, да, но если не опускаться совсем-совсем в нижнюю линейку, да, где винодельни, по большей части, мне неизвестные, и, скорее всего, просто покупающие какие-то вина, зачастую у соседей, и производящие их не вполне сами, то если подниматься вот уже хотя бы сюда, да, то вилла Пампини уже большую часть урожая производит из, там, своего винограда. Моя любимая Рокосвева, вот сюда вот, Игорь, поднимись, это винодельня, с которой вообще когда-то началось мое знакомство с Вальпличелой, это была первая Вальпличелла этой винодельни, которую, в принципе, я когда-то попробовал в своей жизни, много-много лет назад, и все вот винодельни, которые стоят там от среднего уровня, винодельни, вина вот этой винодельни, мы уже рекомендовали, когда были в прошлом году в красном и белом, и, в принципе, весь регион очень сильный. Давайте теперь я расскажу немножечко о разницах стилей. Бордолина, это, наверное, самое легкое вино, оно делается, в принципе, из тех же самых сортов, дело в том, что зона Бордолина, она чуть ближе к озеру Гарда, поэтому чуть такая более прохладная, и вины самые-самые легкие. Вот. Дальше, если мы идем в чуть более известную винодельню, вот у нас стоит Вальпличелла Вилла Пампини, это такой уже основательный, основной базовый уровень. Следующий у нас идет вариант Вальпличелла Супериоры. Вот это вот слово означает, что виноград был собран в чуть-чуть более спелом состоянии, чем для базовой Вальпличеллы, и виноград имел чуть больший процент сахара на момент уборки, и в целом вино чуть-чуть более плотное, чуть-чуть более тельное, чем базовая Вальпличелла. Однако, разнообразные варианты Вальпличеллы на этом не заканчиваются. Но тут надо подойти с другой стороны, к последней Вальпличелле. К последней Вальпличелле надо подойти вот через это вот вино. Но вы видите, ценники здесь совершенно другой категории, совершенно другого уровня. Базовая, даже самая базовая, там Амароне, не очень известной семьи, это 4-5 тысяч и редко бывает дешевле. Почему? Что это такое? Амароне это вино, которое делается из тех же самых сортов винограда, карвина, карвинона, рандинелла и малинара, но виноград после уборки собирается и развешивается на велевочку на винодельню и увяливается в течение нескольких месяцев до состояния полуизюма. А потом из него делается сухое вино, Амароне. У него обычно достаточно высокий уровень алкоголя, что-нибудь там под 15 или порой за 15. Я вот здесь вот не вижу, сейчас посмотрим, где. Очень мелкий шрифт, не вижу. Но мы посмотрим, покажем вам, где на этой этикетке находится уровень алкоголя. Но обычно он около 15 градусов. Но что интересно, когда сделали Амароне, остается много жмыха. И этот жмых густой, плотный такой, потому что это жмых подвяленного винограда. И в некоторых случаях, чтобы не тратить жмых даром, поверх вот этого жмыха заливают готовую вольпаличеллу. Прямо на этот жмых от Амароне. И некоторое время выдерживают вольпаличеллу на жмыхе от Амароне. Вольпаличелла, легкое красное вино, обогащается вот от этого плотного густого жмыха. И получается вино, которое называется вольпаличелла репасса. Это такая специальная разновидность, такая обогащенная, такая усложненная. И вот вы видите, что и ценник на эти вина повыше. И сами вина, они такие гораздо более яркие, более интенсивные. Собственно, красные вина региона Венето на этом, ну, можно сказать, почти заканчиваются. Потому что регион Венето в первую очередь знаменит не красными винами. Регион Венето гораздо больше знаменит своими белыми винами. И то, что сейчас популярно очень, это, конечно же, пино гриджио. Пино гриджио в огромных количествах продается. Кстати, из хорошей вольпаличеллы, которая есть в твоем доме, сперри, это одна из фантастических виноделин моих любимых. И базовые вольпаличеллы, мы видим, стоят вполне разумных денег. Вольпаличелла подороже, классика, супериоры. Слово классика означает, что вольпаличелла из самой центральной, самой старой зоны, за которой это имя было закреплено изначально, до расширения. Соответственно, другие винодельни, Барсайра, Бертания. Бертания, это один из крупнейших брендов. Это, пожалуй, самый такой демократичный вариант. И вольпаличелла, и вольпаличелла Репасса. Совсем базовый, это Ламберти. Он, как бы, это и по цене видно. Но, надо сказать, что, в общем, вене-то известно, скорее, не своими красными винами. Красные вина, конечно, амароно, это грант, амароно, это великое вино. Но и вольпаличелла, и вольпаличелла Супериора, и вольпаличелла Репасса, это, в общем, такие достаточно демократичные все-таки вина, очень гастрономичные и очень приятные. Но, надо сказать, что, в принципе, вене-то и соседние регионы не так славны своими красными винами. Дело в том, что здесь относительно прохладный климат, одновременно влияние гор и моря. И белые сорта здесь получаются ярче, интереснее и богаче. Здесь популярный регион Фреули и Зонса, где выращивается там не только сорт Пиноглиджо, который мы здесь видим, но и многие другие сорта. И Свиньон-Блан можно встретить, и Фреулана такая Фреулана, и многие другие сорта. Фреулана такая Фреулана? Ну, такая Фреулана, да, это по старому названию региона. Такая, да. Просто не раз слышал. Вот, если мы подходим к озеру Гарда, то мы с вами попадаем в регион, который называется Лугана. Про Лугану мы с вами как-то говорили в красном и белом. Это такие щедрые, полные, чуть сладковатые, очень маслянистые белые вина. И вот они составляют, в первую очередь, славу этой части. Ну, и самый знаменитый, наверное, вариант – это Сааве. К огромному несчастью, винный регион Сааве производит очень много, очень разного по качеству вина. И некоторые вина очень высокого уровня, некоторые вина совершенно базовые и непримечательные. Винодельня Пьерапан, на которую мы сейчас смотрим, это, конечно, безусловный лидер, безусловный такой вот вдохновитель, идейный бренда. Вообще Сааве двигатель. И их Сааве, конечно, это одно из топовых вин региона. Но есть и другие, соответственно, Арнелло Малон, вы видите, у нас здесь стоит и Пиногриджо, и, ну, и, конечно, совсем из крупных, Санта-Риве, большая. Ну, и один из крупнейших брендов – это Челло. Это бренды, которые производят в огромных количествах, огромные объемы и Сааве, и белых вин в регионе Север Италии, Венетов, Риули и прочих. В том числе и частично в Ломбардии. И поэтому, если вам хочется попробовать вин в Северной Италии, то, в общем, не забывайте про то, что Лугана и лучшие варианты Сааве – это очень хороший вариант. А про вкусы можешь немножко рассказать? Значит, мы про Лугану говорили, что это такие маслянистые, чуть сладковатые вина, очень щедрые, с очень такой фруктовой ароматикой. А вот Сааве бывает очень разный, от абсолютно проходных, непримечательных таких, ну, просто вино, неопределенно легкофруктовое, которое, в принципе, годится к большому. Домини Венетти – очень неплохая винодельня. Их Сааве – Саава классика из исторической зоны. Один из, в принципе, моих любимых, который можно рекомендовать. Ну, из крупных виноделин – Ламберти – это действительно очень круто, крупно, очень много. Болли, Болла, вот это вот Сааве – тоже, в принципе, типичный представитель. Нельзя сказать, что это что-то великое, но, в принципе, винодельня вполне симпатичная. Денис, извини, пожалуйста, у меня вопрос. Да. Смотри, вот в ситуации с Италией у меня, у чайника, да, все время есть сомнения вот именно по поводу Сааве, Кьянти и так далее, да. Потому что, ну, собственно, это как секс, да, одно слово, которое подразумевает бесконечное множество понятий, одно название, которое подразумевает бесконечное множество вин. Как купить правильное, то есть как не нарваться, ну, ладно, в твоем доме приходят специалисты, они разбираются здесь ковисты, то есть здесь тебе не будут выставлять дешевое Сааве за дикие деньги, да. Но в каком-нибудь другом магазине, не с сетевом, да, вполне могут поставить самую бюджетную линейку, да, и написать, о, это же Сааве. Нет, на самом деле сейчас это уже практически невозможно, дело в том, что у нас так или иначе, вы можете включить себе, скажем, поставить на телефон приложение Вивина и включить регион не Россию, где цены отфонарные, а включить регион, там, какие-нибудь Соединенные Штаты и смотреть на мировую цену, или, там, на Италию, на итальянскую, и понимать, что это вино стоит в мире примерно. Делать поправку на Россию, там, умножать на 2,5, на 3 эту цену, и получать то, сколько это вино должно стоить в России, и оно, в общем, примерно так и стоит. Ситуации, когда люди пытаются сыграть на невежестве, да, и, там, надувая щеки, там, типа, это африканский тушкан или мексиканский тушкан, да, там в оригинале было. Они, в принципе, сейчас исчезающие редки, может быть, где-то еще и встречаются, но я вот уже давно не видел. Спасибо, утешил. Окей. Мой любимый Ка-Майоль, Ка-Дей-Фратти, прекраснейшая Лугана, и ту, и другую люблю. Но мы с вами продвигаемся вперед и уходим еще более северно, мы поднимаемся в горы, и мы уходим в регион, который называется Трентину-Альту-Адидже. Надо сказать, что это бесконечно красивый регион, просто фантастический. Это сложные складки гор, городок Бальцана, такая прорезающая его река, речушка Адидже, ее даже рекой назвать сложно, она очень маленькая. И ландшафт вот этой складки, по берегам которой растет виноград, он очень сложный, такой очень извилистый, и вины здесь делают очень яркие. Поэтому регион Трентину-Альту-Адидже, который по-другому называется Зют-Тироль, Южный Тироль, это давно и прочно один из моих любимейших регионов вообще Италии в целом. А уж если говорить про белые вина, то это, наверное, лично для меня один из топов-э-топ, да, по яркости, по интенсивности, по броскости. Тут, однако, я должен сделать маленькое важное замечание. Когда вы покупаете белые вина, вы помните, что всегда важно смотреть на год урожая. Вот Пиноблан 2014 года и Савиньон 2015 года, в принципе, даже для очень хорошей винодельни Налс Магрейн, может оказаться немножечко старым, немножечко не тем, что вы ожидаете. Поэтому смотрите на год урожая и старайтесь все-таки брать чуть-чуть посвежей. Пожалуйста, Тифферн Груннер Гиверц Траминер, 2018 год, великолепнейшее, ярчайшее, такое парфюмировано-цветочное, выразительнейшее вино. Кассата Монфорт, я был в этой винодельне в Трентину, тоже Траминер очень яркий и очень богатый, и очень выразительный. Королева Гиверц Траминера, и это не образное выражение. Когда-то, много лет назад, году в 2010-м или 2008-м, на внутреннем конкурсе Гиверц Траминеров Трентину Альтуадиджи и Италии, именно Елена Вальх доминировала во всех позициях и, собственно, была названа королевой Гиверц Траминера. И это то, что имеет смысл пробовать, потому что это абсолютно образцовая вещь, то, каким Гиверц Траминер может и должен быть. Прекрасные другие винодельни, собственно, и другие сорта. Мюллер Тургау, наверное, один из таких относительно спокойных, не самых выразительных сортов. Кернер, один из сортов, который становится сейчас модным, такой очень сдержанный и в то же время достаточно полнотелый и очень аккуратный. Один из крупнейших производителей зоны – Кантино Трамин. Вы видите здесь Пино Гриджио, Савиньон и даже Пино Нуар, это Пино Неро. Это те, кого вот просто можно назвать. Канти – крупная винодельня, очень большая. Она больше делает в Венето, это, собственно, и продолжается регион у нас Венето, Шардоне. В принципе, плохого слова сказать нельзя, но это такой совсем базовый уровень. Вот когда вы покупаете вино, знаете, что оно вас не расстроит, но и ничего от него не требуете. Слушай, а вот это вот соседние с большими желтыми скидками? Эту винодельню не очень знаю я. А, это ковид, и все, я просто поверх не кражу крыль. Это крупнейший кооператив зоны. Эта винодельня фантастическая абсолютно по своему техническому устройству. У кооператива ковид огромнейшее помещение и огромнейшая винодельня. При этом склад автоматизирован настолько, что на складе работает один кладовщик, который принимает электронные распечатки от приходящих фур, засовывает их в специальный сканер, и склад сам грузит ему палеты со всего склада в эту самую фуру. Кладовщик, электрик и, по-моему, общий контролер за процессом, которые следят за отгрузкой. Концерн ковид производит просто потрясающее впечатление, когда там первый раз оказываешься. Но это все-таки тоже такой относительно базовый уровень, не самый высокий. Кооператив ковид это бренд номер два, вообще производитель номер два из всех импортеров, которые поставляют вино в Соединенные Штаты. Весь мир, не только Италия, не только Трентину Альтвадиджи, а вообще весь мир, и ковид стабильно входит в топ-3 поставщиков вина в США. Так что имейте в виду, когда вы видите эти цены, это то же самое вино, которое люди пьют в США, и там платят за него 9-10 долларов, что, в общем, соответствует той же самой цене у нас. Одна из моих любимых таких сильных виноделин, это винодельня Эрста и Ноя. Очень хороший гиверстромейнер, очень хороший яркий савиньон, пиногриджио, шардоне. Все вина сделаны крайне чисто, крайне аккуратно и очень выразительно. Пытаешь найти, где ты увидишь эти названия. Вот Эрста и Ноя. Да, да, да. А вот шардоне, пиногриджио, пиногриджио, гиверстромейнер, гиверстромейнер, савиньон. Великолепнейшая винодельня. В принципе, мы поговорили, если мы с вами уходим еще выше, мы с вами были в основном сейчас в Трентину, а если мы уходим в Альтуадиджи, в самый верх на границу, то мы оказываемся в винодельне Андриан, где местный сорт Лаграйн дает очень яркие, очень интересные, собственно, зоны, которые называются Кальтрзея. И это, в принципе, Ауслезе, вино из винограда позднего сбора даже. Одна из таких тоже красивых, интересных виноделин, я их хорошо знаю. В принципе, на этом обзор Трентину Альтуадиджи мы можем считать законченным. В Трентину Альтуадиджи первое, что надо пробовать, это Гюрцтраминер, потому что это родина этого сорта. Именно в Трентину Альтуадиджи находится деревушка Трамин. И сорт Гюрцтраминер переводится на русский как ароматный из трамина. Собственно, это его историческая и текущая родина. И, соответственно, белые вина здесь доминируют, конечно, безраздельно. Мы с вами перемещаемся, раскакиваем Ломбардию. Ломбардия в Италии регион, который, нельзя сказать, что он совсем неизвестен, но он по большей части известен своими игристыми винами, которые называются Франча Корта. И совсем немного игристых вин, не игристых, а красных вин, которые производятся на севере зоны из винограда сорта Небиола. Это Вольтеллина и это Сфорсад. Но эти вина очень редки. Их очень мало доезжает даже до России. Вина относительно дорогие. И даже вот в таком большом магазине, возможно, они где-то представлены, но по дороге нам пока не попались. Соответственно, мы перескакиваем через Ломбардию, и мы оказываемся в Пьемонте. Пьемонт, конечно же, известен своими двумя иконами. Две иконы – это Ворола и Барбареска. Это вина из винограда сорта Небиола, который отличается очень высокой тонинностью, очень высокой терпкостью, очень высокой кислотностью, легким цветом, вплоть до такого темно-розового. Темно-розовый сейчас редко делают, все-таки цвет стараются вывести до такого интенсивного. Но все-таки это вина очень легко окрашенные и вина, которые способны к очень-очень длительной выдержке. И вот, когда мы приходим вот сюда вот, мы попадаем в зону вин с абсолютно топовыми ценниками. Это, там, минимум от 3-4-5 тысяч. Здесь, вы видите, в перемешку стоят вина, но вот Барбареска – 4,300, Барбареска – 3,200, Барола от Прунотта – 4,800. И это нормальный уровень цен. Дело в том, что Барола и Барбареска являются коллекционными винами на многолетнюю выдержку, которые торгуются на аукционах. И это, в принципе, такой объект вожделения многих коллекционеров мира, особенно от топовых виноделин, особенно в хорошие годы. И, соответственно, мы видим, что здесь у нас ценники сразу улетают в потолок. По винодельням те, кто покупает и Барола, и Барбареска, обычно знают, что они делают, и сильно много я задерживаться не буду. Скажу только, что это, конечно, абсолютные топы. Здесь у нас стоит Витекольте. У нас стоит. У нас стоит, собственно, винодельня Гая, где Гая – один из отцов, ну, вдохновителей, может быть, регионов. В большей степени может быть Барбареска, чуть в меньшей степени может быть Барола. У нас стоит винодельня Черетта. Правда, представлена Дальчетта, в первую очередь, но вот стоит и Барола. И вы видите, что ценничек 6-8. У нас стоит вино Акулеи, Барола, винодельня Лабиока, которые имеют некоторые связи с российским интернетом, но есть среди этих вин и, ну, не сказать, паршивая овца. Это было бы некрасиво, это было бы неправильно, но, тем не менее, есть вино, которое стоит очень дорого по всем меркам, но при этом я бы лично его не очень рекомендовал к покупке, даже несмотря на то, что оно из этой зоны. Вот это два вот этих вот вина. Это бренд Мартини, очень крупный бренд, и несмотря на то, что вина несут на себе указания Барола и Барбареска, это вино, которые, наверное, я бы не поставил в число того, за что надо платить 5 тысяч там или 4 тысячи, потому что альтернативой к этому бренду существуют другие варианты. Ну, вот Черетта, конечно, подороже, да, Ситамореска значительно дороже, но, скажем, тот же самый Витекольте я бы взял с гораздо большим удовольствием, я бы с гораздо большим удовольствием взял бы Вайру просто вот за те же самые 5500. Это просто несравнимая, это пропасть. Несмотря на то, что разница в тысячу, между этими винами лежит пропасть. Это крупный бренд с экспериментальным проектом, который выходил в основном для России. Попытка делать тихие вина под брендом Мартини и, в общем, попытка скорее неудачная. Но давайте закончим на топах. Помимо Барола и Барбареска, в Пьемонте есть и два прекрасных типа, ну, даже не типа, а стиля красных вин, два сорта красных вин по сорту винограда, которые годятся гораздо больше для повседневного потребления, гораздо более демократичные. Первое вино называется Дальчетто. Дальчетто, Альба, Альба это регион, это коммуна в Пьемонте. И Дальчетто, это такой очень тоже легкий вариант белого вина. Несмотря на то, что слово Дальчетто переводится как сладенький, само вино не является сладким, наоборот, скорее оно имеет такую выразительную, подчеркнутую кислотность, не очень плотная и прекрасно годится ко всяким простым вариантам еды. Когда-то мой приятель, большой винодел в Пьемонте нынче, сказал, что Дальчетто это пьемонтский вариант вина к условной пицце. Когда ваша еда не претендует на какие-то высокие уровни, это не от кузин, то вы берете Дальчетто, выпиваете его и как бы, ну и все хорошо, у вас хороший вечер, ничто не перетягивает одеяло на себя. Тем не менее, Дальчетто это очень прекрасно бывает и очень симпатично. Второе вино, которое я хотел бы вам представить, оно несколько серьезней, это сорт винограда, который называется Барбера. И Барбера это гораздо более такой сложный, гораздо более выразительный, более насыщенный, более плотный сорт винограда, который способен давать вполне серьезные вина. Их не всегда выдерживают долго, они могут выходить на рынок вполне молодыми, но иногда могут выходить и вполне старые. Вот у нас здесь Барбера Дальба Супериора 2005, Барбера Дальба и Барбера Дастия это два варианта из разных деревень, одна деревушка называется Альба, другая называется Астия. И вот вы видите, у нас одна Барбера, вторая Барбера стоит, у нас стоит здесь Барбера, у нас стоит здесь Барбера. В принципе, практически, выбирать надо на самом деле на свой вкус, потому что разница, все вины сделаны великолепно, все вины сделаны очень качественно. И вот здесь есть разница только стилистически. У кого-то это вино выдерживается в дубе, у кого-то оно не выдерживается в дубе, у кого-то оно выдерживается чуть больше, у кого-то чуть меньше, У кого-то дуб новый, у кого-то дуб второго использования. Тем не менее, это вино, которое все еще сохраняет относительно демократичный уровень. Ну, вы понимаете, что итальянский вино, демократичный уровень в итальянском вине, это там около тысячи полутора, потому что недемократичный. Это вот 9,5, 6, 8, понятно. Тем не менее, даже базовые вещи, там даже если вот мы возьмем Канти, ну, правда, Канти 13-го года я бы, наверное, чуть-чуть поостерегся брать, побоялся бы просто. Вот, мало ли, сколько лет, все-таки 7 лет базовому вину крупного производителя. Но, тем не менее, даже базовые вина барберы бывают дивно как хороши. И порой даже до тысячи рублей пьемонтскую барберу в некоторых магазинах определенных производителей можно найти вполне симпатичную. Денис, у меня к себе вот такой вопрос. Ты говоришь, надо брать на свой вкус. Но, конечно, в магазин «Твой дом» ездят люди, которые уже все это перепробовали, но нас-то смотрят люди, которые пробовали далеко не все. Вот как им определиться в этом гигантском разнообразии? К огромному сожалению, практически никак. Это вопрос из серии «Как выбрать свой автомобиль». Вот пока ты не проведешь тест-драйв, да, пока ты не почувствуешь, как машина откликается на руль, как она рулится, как у нее устроена подвеска. Ты можешь сколько угодно ходить и крутить круги вокруг, смотреть на этикетки, да, там, смотреть на дизайн автомобиля. Но пока ты не проедешь на нем первые, там, 10, 15, 20 километров, ты не поймешь, подходит тебе этот автомобиль или нет. Потому что, когда мы говорим о современных автомобилях, они, в общем, сделаны качественно. Но что-то из них твое, а что-то из них не твое. И вот когда мы говорим о, там, Винах, такого уровня, как Баролла, Барбареска, и даже когда мы говорим о Барбере, Дасти, Дальба, это история ровно такого же уровня. Здесь мы говорим про бизнес-класс автомобиля, здесь мы говорим про такой серьезный, хороший мидл, да. Но бывает и совсем, там, entry-level, там, вы видите, у нас есть, там, совсем Вина, там, и по 500 рублей, там, Кадис, у нас есть еще что-то. В конце концов, у нас есть Канти. Я думаю, что можно посоветовать людям все-таки посещать дегустации. В ресторанах достаточно часто устраивать дегустации, в барах, чтобы привлечь, да. Не стесняться пробовать побокальные позиции. Очень часто в ресторанах Барбера и Дальчетто могут быть по бокалам. Не только в ресторанах очень крутого уровня, но и в ресторанах совершенно доступного. Я буквально недавно был в каком-то, сейчас уже не помню, вылетела из ресторанов Москвы, где Барбера Дасти, одного из производителей, стояла по бокальной цене, что-то такое, там, в районе 300 рублей за бокал. Для знакомства этого вот было выше крыши, потому что 150 граммов вина за 300 рублей. Это, в общем, не самая атомная цена. Это можно себе, там, позволить для знакомства, для понимания. В раз попробовал, два попробовал, три попробовал, понял, кто тебе больше нравится. Ну и дегустации, конечно. Ну и, может быть, там, какие-то даже курсы, там, винные школы, если вам серьезно хочется этим интересоваться. Нет, но, в принципе, это хороший совет, то есть люди могут посмотреть наше видео, сделать скриншоты того, что им заинтересовало, выписать название, а потом посмотреть, погуглить рестораны и бары вокруг, винные, да, где это есть, и посмотреть, может быть, это там есть. По винным картам, где это может быть подокалом. Просто не кажется, что человек придет, да, и наберет, там, 12 бутылок по 4-5 тысяч и так далее. Это одна из самых больших проблем в маркетинге таких высоких регионов. А Пьемонт, что бы мы ни говорили, относится к высоким, к таким востребованным регионам. И вина, хотелось бы нам этого или не хотелось, нравится нам это или не нравится, вина всегда имеет здесь определенную цену. И эта цена очень обычно не низкая. И поэтому тут ничего не попишешь. Я правильно понимаю, что мы с тобой осилили только половину Италии? Мы не осилили даже половину Италии. Мы прошли северный пояс. Мы еще не дошли даже до Тосканы и Сумбрии. Мы ни в коем случае не дошли до середины, потому что нам надо поговорить о этих важных регионах. А Тоскана это важнейший регион для Италии, важнейший в Красных Винах. Мы не дошли до Юга Италии, до Кампании, до Базиликаты, до Сардинии, до Сицилии. И, конечно, о винах Италии можно говорить бесконечно. Но для начала мы давайте здесь сделаем маленькую остановку. Вы нам расскажете в комментариях, нравится вам то, что мы рассказываем, нужно ли нам это продолжать. И если мы увидим, что это востребовано, что это нужно и интересно, мы встретимся с вами в остальных регионах Италии. Спасибо тебе, скромный Денис. Я заранее могу сказать, что людям это интересно, поэтому пока не будут писать комментарии и отзывы, мы с тобой снимем вторую серию. До новых встреч в ней. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok